Музыка 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 Да, и сейчас как раз такие непрошенные гости, скорее. Хорошо, а ты кем был в этой ситуации? Я тоже был одним из таких непрошенных гостей когда-то, потому что мой первый опыт знакомства с Западной Европой. Европа состоялся в 1990 году, когда я практически нелегально пробрался туда автостопом из Советского Союза, не имея ни одной визы и, в общем-то, не имея даже никаких денег. Потому что на въезде на Запад у меня было в кармане 7 долларов и 2 дочмарки. Как ты зарабатывал? Ну, разные были способы. Откуда 2 дочмарки? 2 дочмарки, это была очень трогательная история, это моя девушка из коллекции монеток своего папы. Гениально! Так, и как ты там зарабатывал? Ну, по-разному. Я, например, продавал октябрянские звездочки, они тогда пользовались большим успехом, потому что был 90-й год, Советский Союз плавно исчезал вообще с мировой арены, и вот эти вот артефакты, уходящие натуру, пользовались большой популярностью. У меня это называлось Baby Lenin's. Да, хорошо. Что-то я помню про сбор каких-то овощей. Да, но потом у меня, к сожалению, меня обокрали. Украли звездочки, что ли? Украли вообще практически все. Запас звездочек. Украли рюкзак, когда я спал в каком-то садике в Амстердаме, и вместе с рюкзаком исчез весь запас звездочек, часов с большой красной звездой надписью «Перестройка», они тоже пользовались успехом. Армейских ремней, и вообще все заработаны вот этой торговлей и деньги. Поэтому мне пришлось все начинать с нуля, и у меня было три места работы. Мои первые места работы на Западе был бар «Гротт Бер» в городе Лейден в Голландии, где я собирал пустые пивные стаканы и мыл их. И, кстати, недавно, несколько месяцев назад, я впервые с тех пор посетил этот бар, этот ресторан, и там побелы, только уже в составе жюри Международного Лейденского кинофестиваля. Понятно. Хорошая оптимистическая карьера для мигрантов. Отличная мигранта. Отсесс-стория. Вот. Там я работал по ночам днем, я в том же Лейдене работал в типографии, резал бумагу. Вот. А потом, когда и там, и там работа закончилась, я перебрался в Роттердам и нашел работу на ферме, помидорной ферме, где выращивают эти вот гидропонные помидоры. В кулак. Да. Я мог лично убедиться в том, что как бы никакого отношения к земле, к земледелию это не имеет, потому что эти помидоры с землей не контачат, они из какой-то минеральной ваты растут. И вот я эти выращиванные на минеральной вате помидоры на голландской ферме собирал. Ага. Отлично. Ну как человек, поживший веселой гастарбайтерской жизнью в свободной Европе, расскажи, как образ, грубо говоря, нелегального иммигранта вот в западной, как бы в иностранном, там, в зарубежном кино, да, отличается от того, что у нас? Ну, отличается прежде всего тем, что в западном кино он есть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...